Чуть ли не все оттенки радуги. Такими могут быть вагинальные выделения во время беременности, и подходить к ним с оценкой до беременной жизни не стоит. В новом состоянии появляются новые нормы, даже больше. То, что в начале вынашивания вполне нормально, в середине становится признаком угрозы, а ближе к родам опять вполне естественно. Сегодня мы рассмотрим полный гид по спектру влаголичного секрета о будущих мам. Запоминайте. Прозрачная и белесая. В самом начале беременности выделения становятся более густыми, так отражается появление пробки в шейке матки. Она подержится до самых родов. Нормой считают небольшой объем прозрачных или беловатых выделений без изменения запаха. Причем количество может меняться по мере увеличения срока. Внезапно увеличивающийся объем выделений может указывать на защитную реакцию при начальных стадиях вагинальной или маточной инфекции. Однако просто словами прозрачное «это нормально» ограничиться нельзя. Ненормально, если прозрачных выделений становится много. Они вдруг стали водянистыми, тогда проведите тест на подтекание околоплодных вод, они продаются в аптеках или сходите к доктору. В них появляются желеобразные сгустки. Белесые или белые. С беловатыми или белесыми выделениями тоже не все просто. Надо отличать их от белого секрета, частого признака начальной стадии вагинального кандидоза или молочницы. Как правило, через пару дней секрет становится не просто белым, а со сгустками, напоминающими крупинки творога, и появляется запах кислого молока. За все это болезнь и называют молочница. Чаще всего такие симптомы сопровождаются жжением, зудом, болезненностью при мочеиспускании. Но надо знать, что кандидоз может протекать и бессимптомно, и проявляться только изменением выделений. Опасна ли молочница при беременности? С ней сталкиваются 4 из 5 будущих мам, так что серьезной угрозы нет. Однако кандидоз повышает риск размножения условно-патогенной микрофлоры при соединении новой инфекции. Выраженная молочница может повреждать слизистую поверхность шейки, матки и влагалища, что опасно разрывами в родах. Еще этот грибок может проникать в околоплодные воды или заражать ребенка при рождении. Так что даже если симптомов нет и все ограничивается белыми выделениями, лечить кандидоз надо. Благо, сегодня есть масса эффективных препаратов для всех сроков гистации. Светло-желтый оттенок на прокладках или белье вполне допустим. Как правило, он появляется из-за окрашивания выделений капельками мочи после посещения туалета. Особенно это характерно для поздних сроков беременности или при повторном вынашивании. При давлении на мочевой пузырь появляются симптомы недержания. Но если желтый цвет появился вдруг, то это признак патологии. К зеленым оттенкам выделений это относится во всех случаях. Нет состояния, при котором такой цвет был бы нормой. Выделения таких цветов указывают на наличие инфекции. Чаще всего это болезни, передающиеся половым путем – хламидиоз, трихомониаз. Они могут сопровождаться зудом, раздражением половых органов, а могут протекать и без явных симптомов. Эта группа инфекций опасна и для матери, и для ребенка. Такие болезни – это провокаторы выкидышей, преждевременных родов, мертворождение, бесплодие и патологии развития плода. Поэтому срочно к доктору за анализами и лечением. Лечение надо проводить в паре, партнеру тоже нужно к доктору. Причем этот принцип работает даже при молочнице. Хотя у мужчин кандидоз может протекать бессимптомно, но избыточное количество грибка способно передаваться женщине и обострять инфекцию. В период лечения при половых контактах необходимо использовать презерватив. Не белесое, а серое выделение – это классический признак бактериального вагиноза. В острой стадии влагалищный секрет еще и начинает странно пахнуть свежей рыбой. Вагинозу предшествует стадия вагинального бактериоза – нарушение баланса микрофлоры влагалища. Она, кстати, может проявляться желтыми выделениями. Бактериоз может развиваться на фоне приема лекарств, часто воспринцевания, оно вообще не нужно, если это не назначение доктора. Общих заболеваний, например, ОРВИ. Ну а при беременности из-за снижения иммунной защиты патогенные бактерии начинают размножаться активнее, даже без особых провокаторов. Формально заразиться вагинозом нельзя, это не отдельная инфекция, а дисбаланс в микрофлоре. Вагиноз еще порой называют гарднерелезом, однако вызвать его могут не только гарднереллы. В течение жизни каждая третья женщина страдает от бактериального вагиноза хотя бы один раз. Нередко после лечения вагиноз возвращается, и основная причина – в партнере. Хотя влагалища у мужчин нет, но патогенные микроорганизмы охотно заселяют слизистую полового члена и могут вызывать уретрит, а также передаются женщине при незащищенном контакте, вызывая круговое инфицирование. Бактериальный вагиноз опасен для будущих мам. Согласно исследованиям, его и выявляют в каждом третьем случае преждевременных родов. Розовые выделения. Вне беременности такой цвет выделения вызывает недоумение, а вот во время вынашивания он может быть как признаком патологии, так и нормы. Нормой розовые оттенки становятся на последних неделях гистации, когда они указывают на скорые роды. А вот в начале и в середине беременности розовый цвет влагалищного секрета может быть признаком самых разных неприятных состояний – от угрозы выкидыша и внематочной беременности до влагалищных инфекций. Розовый цвет появляется из-за небольшого, но постоянного кровотечения шейки матки или стенок влагалища. Красное и коричневое. Хотя кровь во влагалищном секрете скорее повод для беспокойства, тем не менее есть ситуации, когда это норма для будущих мам. Правда, их всего две. Например, имплантационное кровотечение через 5-7 дней после зачатия, которое встречается при каждой четвертой беременности. Хотя срок так мал, что еще никакими анализами не выявляется, объем крови может быть почти незаметным. Так как это кровотечение маточное, то кровь успевает сворачиваться и становится коричневого цвета. Беременность с месячными, при которой плод омывается кровью – это не норма, а угроза. Хотя далеко не все случаи кровотечения приводят к выкидушу, но красный цвет выделений указывает на опасность. Перед родами при раскрытии шейки тоже может появляться кровь в выделениях, но красная из-за микротравм шейки. Она же может появляться после осмотра на гинекологическом кресле. Набухшая и рыхлая слизистая легко повреждается. Однако выраженное длительное кровотечение, сгустки крови, боль и спазмы – это не норма ни на каком сроке. С такими признаками нужно вызывать скорую помощь. Если же красноватый или коричневый цвет выделений не сопровождается другими симптомами, то нужно обязательно и как можно быстрее рассказать об этом доктору и выяснить, в чем же на самом деле причина.